мне еще что нравится в сингапуре то что очень многие объекты будь то парк будь то здание будь то какой неважно они еще несут символ какой-то и я вам на сто процентов заявляю что вот пока я гуляю по сингапуру несмотря на дождь ветер который здесь по несколько раз в день сингапуре постоянно идет дождь и сегодня не исключение вообще каждый день не исключение вот сколько здесь не я нахожусь я нахожусь здесь третий день каждый день идет дождь в разное время я получаю огромное удовольствие от прогулки целый день я гуляю целый день я получаю удовольствие сингапур город контрастов и инноваций небольшой остров с огромными амбициями превратившийся в один из ведущих экономических центров мира кто бы мог подумать что место где процветают малярия и водятся опасные насекомые рептилии через определенное количество лет станет одним из самых инновационных городов где будет даже свой квартал миллионеров в этом выпуске мы познакомимся с сингапуром поближе узнаем как он стал тем самым сингапурским чудом как его сейчас называют какие местные достопримечательности стали символом города обязательными к посещению вы на канале и егор еремеев где я путешествую по странам и я рассказываю чем они могут быть привлекательны для туриста у меня также есть второй канал с maps education про зарубежное образование если вам интересно учеба за границей на возможности построить карьеру за рубежом и выбор страны для путешествий или иммиграции рекомендую подписаться на канал и так Субтитры добавил DimaTorzok Символы Сингапура Когда возникают мысли о Сингапуре, у кого-то перед глазами встают определенные архитектурные постройки, которые ассоциируются с этим местом. Это фонтан богатства. И почему это фонтан богатства? Во-первых, сам фонтан необычен тем, что, посмотрите, видите, у него вода падает внутрь. Это символ. Это не просто так она падает. Она падает, скажем, в ладонь. Вот эти здания, видите, написано башня. Вот там написано один, два, три, вот тройка, вот четверка. И здесь четыре башни. Это четыре пальца. И здесь вот это. Это пятый палец, большой, толстый такой, видите? Самая толстая башня вроде как бы, пятая. Фонтан – это как бы вода, которая падает внутрь ладони. Почему фонтан богатства? Потому что вода, падающая в ладонь, символизирует у них здесь богатство. Я никак вам не рекламирую Сингапур, хотя немножко рекламирую. И видите, здесь вот это все стекло. И здесь везде какой-то футкортик. То есть там люди сидят, кушают за стеклом по всему этому кругу. Кушают за стеклом, поэтому можно тоже прийти и покушать. А здесь нет ни одного человека. Музей искусства и науки. На английском – Art Science Museum. Еще одно архитектурное чудо. И я стою, по сути, под ним. Посмотрите. Это музей науки и искусства. Он выполнен в форме тоже ладони. Как я уже вам говорил про символику, в ладони, как мы уже видели до этого, фонтан богатства. Это же самое музей, в центре дырка, дождевая вода, и она падает вниз, в центр. Все сходится. Рука, вода в центре – тоже символ богатства. Музей, располагающийся на побережье залива Марина Бэй в Сингапуре. Это первый музей в мире, который своей задачей ставит изучение роли творческого процесса в науке и искусстве и его влияние на сознание общества. По мнению Шелдона Эдельсона, председателя Las Vegas Sands Corporation, строение является визитной карточкой города и страны, представляя собой приветствующую ладонь Сингапура. Здание было спроектировано известным израильским архитектором Машесавди. Множество зданий были им построены в США. Здание публичной библиотеки в Солт-Лейк-Сити, Американский институт мира в Вашингтоне, комплекс зданий колледжа имени Элеоноры Рузвельт в Сан-Диего. Архитектура музея самобытна и напоминает цветок лотоса или раскрытую ладонь. Структура состоит из десяти пальцев, в каждом из которых расположены галереи и мансардные окна, позволяющие естественному свету освещать выставочные пространства. Тарелкообразная конструкция заслуживает отдельного внимания. Она направляет дождевую воду в сторону своего центра, где стекает через специальное отверстие внутрь, внутреннего водоема музея. Вода падает в центр, и центр как будто бы стебель, и вода уходит, то есть символ жизни, цветок этот растет. Все это дело, оно как бы в воздухе и опирается на 10 колонн, которые идут по кругу. Тоже прикольно. Тоже уникальные особенности. Музей находится как бы в воздухе. Еще одна данная, еще одна данная интересная, что эта штука в высоту 60 метров. Тоже не маленькая такая конструкция. Постоянная коллекция музея создана при участии TeamLab. Это международное творческое объединение, включающее художников, программистов, инженеров, аниматоров компьютерной графики, математиков и архитекторов. Здесь же рядом можно увидеть Marina Bay Sands. Это комплексный курорт, расположенный напротив Marina Bay в Сингапуре. Он является, пожалуй, главной достопримечательностью города, с которой олицетворяется Сингапур. На момент своего открытия в 2010 году этот комплекс считался самым дорогим автономным казино в мире. Оценивался комплекс в 8 миллиардов сингапурских долларов. И да, вы не ослышались, это казино. Этот комплекс-курорт включает в себя отель на 2561 номер. Здесь есть множество магазинов, музей, театр, рестораны селебрити-шеф, два плавучих хрустальных павильона, художественно-научные выставки и крупнейшее в мире казино Атриум с 500 столами и 1600 игровыми автоматами. Я пока иду и стараюсь защититься от дождя по мосту. Частично я защищен. Пару слов, а вообще, о мосте об этом. Мосту, мосте. Давайте забудем о слове мост и назовем все это дело инженерным чудом. Потому что реально этот мост, длина его 280 метров, называется он Helix Bridge. Что он собой представляет? Посмотрите. Во-первых, он изогнут. Видите? Он не прямой. Здесь то же самое. Во-вторых, у него здесь есть смотровые несколько. Тут можно выйти, остановиться и посмотреть на красоту Сингапура. Влево, вправо, куда хотите. Третье. Он представляет собой вид спирали. С одной стороны спираль, с другой стороны он напоминает ДНК. Инженеры, которые разрабатывали этот мост, они были вдохновлены как раз ДНК человека. И здесь есть еще и символика разная, которая говорит о ДНК. Напоминает нам о ДНК. Это вообще первый в мире мост такого рода. И, кстати, кто-то из вас может сказать, что нафига столько бабок вкинуть в какой-то там отель. Смотрите, с точки зрения коммерции можно найти цифры. Но на самом деле это не просто отель, да, как я уже сказал. Это казино. Это казино, это курорт. Он приносит деньги. Знаете, сколько он приносит денег? Вот нам сказали, что вроде как в прошлом году это было около 5 миллиардов сингапурских долларов. Представляете? И по своему уровню дохода он приносит... Он на третьем месте в мире. Лас-Вегас, по-моему, один. Второй Макао. И третий вот этот сингапурский центр-казино в мире, да? Здесь огромный пол внутри. Вообще здесь все огромное. Пол, посмотрите. Я не знаю, мне кажется, на всю высоту. И здесь внутри лифты. Показано, значит, где какая башня. Смотрите. Вот у нас башня 2. Вообще все здесь большое. Очень большое. Даже вот цветы стоят в горшках. Горшки тоже высотой, наверное, метра по 2,5. Комплекс включает в себя три башни, увенчанные Скайпарком Сэнс. Со второй попытки я все-таки поднялся сюда на смотровую. Но правильнее будет ее называть палуба. Смотровая палуба. Потому что это на английском deck. Observation deck. Смотрите, что у нас внизу и что наверху. Внизу все у нас. Все, что мы видели до этого видео, все, оно осталось внизу по-прежнему. Никуда оно не делось. Здесь еще есть ресторан. И дальше за этим рестораном, пройти я, к сожалению, не могу. Дальше за этим рестораном у нас бассейн. Infinite Pool. Бесконечный бассейн. Длиной 150 метров. Расположенный на вершине крупнейшей в мире консольной платформы. Этот комплекс-курорт также был спроектирован архитектором Машес Авди. Строительство Marina Bay Sense началось в 2006 году. Официально здание было открыто в июне 2010 года. Marina Bay Sense это символ современного Сингапура и главная достопримечательность. Ежегодно она привлекает миллионы туристов. Логично, что такая постройка привлекает множество туристов и местных жителей. А значит, зарабатывает хорошие деньги. Чистый доход Marina Bay Sense достиг отметки в 1 миллиард долларов. И это только за последний квартал. Я только что проверил, сколько здесь стоит номер. Значит, на завтра можно заблокировать номер за почти 800 долларов сингапурской этот день. Плюс-минус по курсу на рубли это где-то 55-57 тысяч рублей за ночь. Что можно сказать? Недешево. Но для одного из самых дорогих отелей в мире, в смысле, в который вложили денег столько, что у Букошеньки, я уже сказал, да, это, в принципе, такая соразмерная цена. Здесь и рестораны тоже такие очень серьезные внизу. Ресторан, вот только что проходил один из ресторанов, там меню, сет-меню для взрослого. Сразу же ценник 100 с небольшим долларов. То есть покушать 100 долларов на человека. Хотелось бы мне сейчас соврать и сказать, ладно, где мой ключ от номера, пора в номер. И пойти к себе сюда дальше, на этаж. И здесь, к сожалению, я не остаюсь. Но надеюсь, что в будущем я как-нибудь смогу позволить себе остаться здесь. Колесо обозрения в Сингапуре. Оно же сингапурский флайер. Я думаю, что главный вопрос, который волнует людей в колесах обозрения, какая у него высота. Это не самое высокое колесо из колес обозрения. Оно уступает дубайскому. Высота Айн Дубай 250 метров. Высота сингапурского колеса 165 метров. На третьем месте идет колесо звезда Нанчаня в Китае с высотой 160 метров. На четвертом месте, кстати, расположилось колесо обозрения на ВДНХ Солнце Москвы. Его высота 140 метров. Есть добавный факт, что когда колесо обозрения открылось в 2008 году, билеты на аттракцион в первые три ночи после открытия продавались по цене 8888 сингапурских долларов. Это число признается благоприятным в китайской культуре. Всего в колесе обозрения 28 капсул, каждый из которых вмещает по 28 пассажиров. Капсулы эти, кстати, можно арендовать и провести там, скажем, свадьбу или корпоратив. И еще один забавный факт. Сначала колесо обозрения вращалось в одном направлении. Но потом пришли специалисты по фэн-шуи и сказали, что так не очень хорошо и пусть оно вращается в другом направлении. Ну и, собственно говоря, направление вращения поменялось. Вы знаете, еще определенно могу отметить, что очень удобно здесь гулять. Вот, допустим, казалось бы, у вас вот этот отель, Marina Bay Saints. Перед ним шопинг-центр. Из шопинг-центра прям сразу же переходами, хоп-хоп, вышел уже в отель. В отеле с одной двери вошел в другую и поднялся наверх, вот туда, на смотровую. Надоело быть наверх, решил поближе к людям спуститься. Раз, сразу в лифт прыгнул. Тут у тебя из гостишки, гостишка, давайте так ее называть с этого момента. Из гостишки у вас мост через дорогу, вот такой красивый. С кучей кустов, деревьев. Ты раз и перебрался в парк туда. Потрясающе крутой, красивый парк. Надоело в парке гулять. Хочешь телек посмотреть, раз, возвращаешься к себе в гостишку. И ты уже у себя вот так на балконе, у себя уже смотришь телек. Портовая жизнь Сингапур – мощнейшая экономическая держава и самый важный портовый транспортный узел Азии. Занимает город территорию всего 724 квадратных километра. Для сравнения, это в три раза меньше Москвы. Порт Сингапура – один из самых загруженных и стратегически важных портов в мире, играющий решающую роль в мировой торговле и экономике. Он находится на южной оконечности Малайского полуострова, что делает его ключевым морским узлом в Юго-Восточной Азии. Это крупный перевалочный узел, соединяющий восток и запад, и служащий жизненно важным звеном на глобальных морских маршрутах. Сингапурский порт входит в четверку крупнейших портов в мире. Наряду с Гонконгским, Роттердамом и Шанхаем. С начала 1997 года он удерживал лидерство по абсолютному тоннажу судов. И оставался в этом статусе до 2005 года, когда порт Шанхая обошел его по грузообороту. Сингапурский порт оборудован причалами для различных типов судов и обслуживает 250 регулярных линий, ежедневно принимая около 150 судов. Стратегическое расположение Сингапура на пересечении основных морских путей сделало его естественным выбором для торгового поста. Британская Услинская компания основала здесь поселение в 1812 году. И значение порта быстро выросло, так как корабли останавливались для пополнения запасов и ведения торговли. Порт расширялся на протяжении 19 века, чему способствовал бурный рост торговли различными товарами. А открытие Суэцкого канала в 1869 году еще больше повысило значение Сингапура как ключевых морских ворот между Европой и Азией. Во время британского колониального правления в портовую инфраструктуру были вложены значительные инвестиции. Доки, склады и причалы были построены для облегчения обработки грузов. Оборудование гавани постоянно модернизировалось, чтобы соответствовать требованиям растущей морской торговли. Внедрение контейнеризации в 1970-х годах произвело революцию в мировом судоходстве и торговле. Сингапур внедрил эту технологию, и порт подвергся существенной модернизации для эффективного обслуживания контейнерных перевозок. Были созданы современные контейнерные терминалы с передовым оборудованием. Сингапур превратился в зону свободной торговли, привлекающую международный бизнес. Сегодня сингапурский порт является одним из самых загруженных и эффективных портов в мире. Грузооборот порта составляет более 600 миллионов тонн. В настоящий момент порт Сингапура связан с шестью сотнями портов в 123 странах мира. За эффективное функционирование порта аналогично многим другим современным портам отвечает специальное программное обеспечение, которое по сути является его операционной системой. КОНЕЦ И в целом, если поковыряться про Сингапур, поискать информацию, Сингапур вообще, он во многом, по многим своим характеристикам, он первый в мире. Сингапур 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 Субтитры создавал DimaTorzok